Ну, наверное, да, все. А что больше всего заценивается с поездкой для каждого из вас? Какое самое большее впечатление? У меня люди. Вот люди, допустим, мне моего английского отвратило для того, чтобы понимать. И вот они английский не очень тоже хорошо знают. То есть они свободные, те, кто нам попадались, вот эти бичборы. В отеле уже они получше, они уже итальянский язык, итальянский знают, они что-то какие-то немецкие слова знают, потому что приезжают. Люди польские знают. Меня поразили люди. Их отношение к работе. В отеле их отношение вот этого мужчины-баслова, который не обманул, он не кинул. Нигде не кинул. За два дня он сафари и па. Потом отельные же нам посоветовали по кувару пока взять. Нас тоже не кинули в этом отношении. Хотя их там сотни этих, ну не сотни, десятки этих водок. Можно непонятно на кого попасть. Мы на лодку когда сели, я говорю, у тебя аптечка есть? Есть аптечка. Я порезала ногу, крала в реку, он мне все замазал, подул, вахты там, все мне сделали. У тебя есть жилеты? Есть жилеты. Надо жилеты? Я говорю, нет, ну хорошо, не надо жилеты. Ласты мы там выпирали дома. Впрочем, мне запомнилось, вот честно, сейчас задай вопрос, ты здесь и сейчас. Мне запомнилось, как я прилетела в Париж и такая, я сижу, такая, в Париж. Когда я прилетела в Париж, я дома. Защищенная, что там, таких же, как и ты, что там ты все-таки, это настолько чувствуется. Я не очень люблю навязчивость, но не навязчивые, да, не общительные. И все-таки там ты чужой, абсолютно. А здесь ты уже дома. Я поняла, что вот везде, в Европе, где, сейчас меня пинь где-то в Европе. Я в Европе везде хотела без знания языка. Нет, в Испании мне нужно было только одно слово, и ванью, и в туалет. Я прекрасно с ним оправилась. А когда я прилетела во Францию, ну вот, в понедельник, поэтому вот, я понимаю, как хорошая команда. Нет, нет, все вот эти какие-то проблемы, там где-то страшновато, надо решать. Ну, чего тут страшного нет, ну, там кто-то воет, эти папуины. Томаном их накрыть, палкой постучать. А выстать, хотелось открыть же, что молнию, выстануть туда голову, и укрепить гадость. И она говорит, что росла с реализованной мечтой. А, знаете, что меня впечатлило? Я вам расскажу. Приходим мы после ужина, приходим, я смотрю, кто-то был в городе, думаю, я первый полет. Там застелено было, там что-то. А там поснимали вот эти, именно по кровати, как бы расстели, постели, чтобы не было. То есть, видушка лежит под одеялом. Уже что-то зарезало. Я открываю, там грелочка лежит. Грелочка. Каждому в кровать ложит грелка, на нее ткань. Ой, Сина, ну и какая забота. Какая-то жзайка пища, мне положили. Мне было это приятно. Вот это у меня впечатлило. Природа, конечно, у меня, если честно, если взять уровень всех моих впечатлений за всю мою жизнь, когда ты видишь эти животные свободные, это так, насколько, это самое сильное переживание в жизни. Он поднимает хобот, у него эти здоровые бемы, он издает эти знеоподванные уши, это животное незавученное, те любые, которые, они такие толстенькие, все такие, сбитенькие, незавышенные. А когда голову они кушали, то он тебя поднимает, свою морду, ну все, крови, ты понимаешь, что он хищник 20 метров, и он теперь не тронет. У нас поломалась машина. У них даже, ну не знаю, 10-15 метров. Водитель ему не заводит, сдать назад, а она не заводится. Немцы переракались в первый учебник. Это женщина, которая меня в туалет не пустила за машину, и мужики. Очень они испугались. Давай свититься. Водитель лежит, что давай кому-то там по рации звонить, что-то переговариваются на Суахиле, мы же вообще не с нами с ним не понимаем, что он говорит, то у Суахиле вообще ничего не понимает. Вообще ничего не понимает. Мой коллеги ничего. Да, он за один ход, откатился от них метров на 40, наверное, мы откатились. Говорит, вы не переживайте, они не голодные. Все нормально. Вот. То есть, ну потом он... А съесть еще в 7 часов. Такой был немножко момент, когда у меня не было страшно, у меня было классно. О, у меня есть толпы палки, что-то делать, что-то бежать. Ну, вообще, с толпы палки можно решить любые проблемы к Суахиле, чтобы... В машине есть ткань закатанная, холщовая. Можно крышу сделать, можно ее откатить, вывести, фотографировать камень, можно закрыться. Она там закрывается, так же, типа, в тенте закрываешься, и ты бы нахуй не съесть. Да, вот. И будешь вырыгиваться. Вот водичка есть. Кстати, воду давали, в шлунках холодильника, вода, пепси, все там было. Вот. А, где девушка, которая задавала вопрос, тебе не нужно? Собственно. Ты можешь ей передать? У меня приз. Мне очень понравился вопрос. Вот. Сейчас я принесу. Еще мы читали, что нельзя вывозить из Кении национальную валюту. Я очень переживала, посадят, посадят, схватят, значит. Ну, написано вот так. Написано, ну, написано и написано. А нам же хотелось привезти по спушилингам. Мне, Ане, я там еще на работе финансовом директору пообещала, она собирает эти. Ну, думаю, ладно. Аня говорит, положим футшлюк, нельзя вывозить кораллы, там еще что-то. Господи, мы, извините, в прокладки заворачивали эти кораллы, там какие-то раковины, в контейнеры их ложили, там, в салфетки, т.д. и т.п., вот, никто нас не чипал ни с этими шиллингами, ни с этими кораллами. Один раз он, вот, голову пуйвола, я где-то читала. Она прошла паспортный контроль в Киевском аэропорту, нормально, а меня он что-то спрашивает. Я же с этим коралликом, там у меня вот эти, в кошельке, эти шиллинги, у меня там какие-то еще, косметичка у меня там красивая, такая, брохеопода, ну, это, не важно, да, астроподы, брохеоподы всякие, вот, позатыканы. И он меня что-то спрашивает, а я его слышала, он за стеклом, это моя кошечка маленькая, я говорю, Аня, Виктория, да, я послышала, что она спрашивает, ну, имя твое, я говорю, ну, я Виктория, да, он меня опять что-то спрашивает, я ему ухо засунула туда, я говорю, вот, спросил, как твой ходит, ну, как ты провела к ней, ой, замечательно, хорошо стало с ним, а она, я иду, такая, она зада, ну, что такое, пугается, а она говорит, все нормально. Потом она по Франции нормально прошла, меня схватили с кофе, давали подгибчик лазить, и носки снимали, и там что-то, в общем, обыскали за всех сторон. В Франции как-то было все хорошо, но тем не менее, все проверили, как рецидивисты. Ну, в Украине просто поставили, даже ничего не спрашивали. у нас еще был момент, когда были внутренние перелеты, мы свой большой чемодан отдали кенийским партнерам. Поскольку мы уже не доверяли до такой степени, Анька говорит так, будем лететь назад, в аэропорту разберем этот чемодан, вдруг он нам подбросил наркотик. Мы переломать облечусь. Я вам честно скажу, вот, 12 дней она была вот этого, а постоянно какие-то... Постоянно тебе перенесли. Постоянно. Когда я от вас в чемоданах вижу, что мои тапки, они так, как валялись. Как лежали трусы, как лежали тапки, то есть в том порядке, потому что в маленький перелет туда в парк, на 15 пассажиров, по-моему, до 15 килограмм. Мы перелопачивали чемоданы, чтобы немножко взять с собой, поменяли ему, что нам надо, подзорную трубу, все, все, и ссылку в палку. Натилла столько салфеток. Все, и мы же тогда потом перелопать или чемодану, в всякий случай уже... Потому что у нас даже нас провела, его, значит, подчиненную привезла на раку, все встретила, привезла, деньги ему поменяли. А, мы про банок забыли рассказать. Мы возьмем банок, потому что пересекли на этот момент, он повел нас в какой-то крутой-крутой парк в аэропорту, но для меня в аэропорту банк, ну, вы же сами понимаете, это масштабы, да? У нас там, у нас там, в аэропорту банк, там сидят, возле аэропорта, аэропорта банк, в банк, и я понимаю, что все фильмы Бертолучи, которые я сменуяла, сейчас в одном банке. Какие-то леопардовые салфеточки везде висят, с ужасно яркими желтыми бантами, и вот там, где я вижу, какой-то план, парапет, там, где каска идет, там шторка, которая была раньше на кухне тюль, она примутана скотчем. Для красоты, чтобы руки вошли, ну, и так просто надо, а натюрить. Вот, а по центру сидит женщина, ну, с необычайной прической, необычайно накрашенная, красивая, полагатая. Иди, азни напитки, там, такого яркого, яркого, тут чуть ли не флуоресцентного цвета, там, ньюпи, мы купили в детстве, все это стоит, она это предлагает, и я такая сижу и понимаю, что я в другом доме. И возле каждой каски была вазочка с этими, с конфетами, конфеты мы взяли. Конфеты мы нехорошо. Ну, вот это было смешно, фотографировать банки нельзя было, я пожалела, этот банковский срок. Иззяв на Ирубе фотографировать там в зале какой-то их первого президента, Джо Макиньято, тюрьма. Ну, пишут. Ну, не фотографируем. Мы там не были. Слава Макиньято. Все. Рассказали все. Если кому-то будет интересно, там личку пиши, там печеночек. Мы сделали вывод такой, то, что пишет интернет именно про Кимию, вот очень много недочетов, на самом деле. Очень много недочетов. Я сделала запрос к регулятору ТПГ, думаю, посчитайте, мне и дала маршрут. Этот и тот замер. Вы знаете, мне насчитали почти в два раза больше. 9800. 10 тысяч долларов. Сами мы можем этот маршрут сделать за 4, где-то 200. Уже знаю. Все. 9800. Это же просто на голову мне налазит. Почва. Я пишу. За что я? Распишите мне. За что я должна заплатить? 9800. За что? То есть, если я могу написать в отель, да, я могу посмотреть в лодж, написать туда в лодж. Единственное, я лично для себя сделала вывод, TripAdvisor работает. Вот по Кении, вот что пишут, какие-то парень компании, первые 10, можно в принципе смело и что от себя могу сказать еще что. Кении это не та страна, которая для всех, у нее реально нужно водить, полететь, осознанно и хотеть, понимать, зачем вы туда едете, что это не турция, это не просто лёг, полуинклюз. Да, да, да. То есть, это такая специфическая страна, однозначена даже, когда там будет газовый, наверное, пляжный какой-то. И лучше убрать все включено, потому что кушать, как пишет интернет, мы пошли в больнице покушать. Куда покушать? Там, куда покушать? Страшно, что это не? Ехать сами можно, на местах гораздо более адекватные линги, которые там, с ними легче договориться и с ними легче вынести с отца по почке, чем, например, покупать здесь. Здесь люди никогда там не были, чтобы вы понимали, там некогда туда не дали. Я так понимаю, без знания английского, наверное, туда вообще... Нет, без знания английского вообще не... Я вам сейчас знаю, хотя бы один на уровне, вот как Виктория, потому что я, наверное, я все понимаю, но сказать не понимаю. когда эти генийские партнеры стали... там меняются, это меняется, то меняется. Я вам говорю, так, на тебе охотиться, украинян лодка. Он на следующий день, кстати, не пришел, да? Он нас не в кредит, он нас не повез в аэропорт. Нас повезла вот эта помощница его, она сказала, что он болеет. Вот, я его предупредила, как надо, фит. Вот, кстати, вот этот Джексон, я ему тоже лодку отдала, он тоже не пришел на следующий день. Хотя я его тоже предупредила, как надо, отравила на сеплине. Да, низкая водка, очень лягкая, и такая, ну, совсем не было. Наливка, да? И на баре мы научили, как надо делать коктейли. Я говорю, что вы ему, все это вылечено? Он говорю, наливай водку туда. Вот это, зеленое, он говорит, наливай водку. Он налив водку, попробовал сам, говорит, завтра приходите, я вам безусловно делаю, когда я там, полденью, вам коктейли, бесплатно выйти, поменялся, не стало так, но иначе. Все это иначе. Лебез закончился. Даже я узнала. Спасибо. 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 Спасибо.